Следующая докладка у нас Альбина Николаевна Черепалека. Да, это всеобщие учители в Воронеже, ортопедов, травматологов и вообще всех врачей, что многие прошли через общую нюанс. Я хочу напомнить вам некоторые вопросы диагностики и лечения остеохондропатии у детей. Вы видите, что много разных видов остеохондропатии по данным детско-областной клинической больницы. Существование этих заболеваний еще не было известно. И только широкоприменение рентгеновского метода показало, что под диагнозом туберкулез, сиферис, рахит скрываются другие заболевания, которые составляют самостоятельную мозгологическую форму. Этиология остеохондропатии неизвестна. Общепризнено, что остеонекроз развивается в результате местного нарушения артериального питания костной ткани и костного мозга. А вот какова его причина до сих пор остается вопросом. Общим для этих заболеваний является поражение преимущественно детского и юношеского возраста, хроническое доброкачественное клиническое течение и благоприятный исход в большинстве случаев, но не во всех. Классификация. Развечают остеохондропатии эпифизарных концов длинных трубочных костей, остеохондропатии коротких трубочных костей, остеохондропатии аквуфизов и частичные Head zdrow out Gesicht суставных поверхностей, рассекающей или называют еще отсекающей остеохондропатии, коленного, локтирова и других суставов. Общие клинические симптомы – болевой синдром, нарушение функции, ограничение движений, хромота, умеренно выраженные местные изменения, то есть, может быть, небольшой отек, легкогиперемия, болезнь при пациенте и характерные геологические изменения для каждого вида остеохондропатии. Наиболее демонстративные стадии заболевания, можно проследить стадии заболевания, при остеохондропатии головки бедренной кости, или болезнь пертиса, мы чаще всего называем, но это и правильно, болезнь лепкалива пертиса. Первая стадия – это септический некроз, длительность от 2 до 6 месяцев, импрессионный перелом, длительность 6 месяцев, рассасывания или фрагментация от 1,5 до 2,5 лет, репарация от полугода до 1,5 лет и конечная стадия, собственно, последствия остеохондропатии. Вот схема анатомо-реогологических изменений при болезни пертиса по рейнбергу. Вы видите, какая-то схема, ну, все-таки можно представить. Первая стадия – стадия некроза, но на снимке мы пока ничего не видим, рентгенограмма выглядит нормальной. Следующая стадия – рассасывание. Иногда она выглядит более, так сказать, устрашающей, можно сказать, стадия фрагментации, и чаще всего мы называем ее стадия фрагментации. Затем идет, постепенно идет репарация, стадия репарации, и два вида остаточных явлений – деформации головки. Это в виде шара и, так называемая, грибовидная головка. Здесь представлены рентгенограммы болезни пертиса, вторая стадия, вы видите, это стадия инфекционного перелома, и третья стадия – рассасывание и рефрагментации. Рентгенограмма больного с болезнью пертиса не очень наглядна, но все-таки можно представить, что стадия репарации начинается. Иногда процессы репарации идут параллельно еще с продолжающим рассасыванием. И последняя стадия – это конечная головка деформирована, шейка утолщена, укорочена, головка в виде гриба, грибовидная деформация. Лечение – это тяжелый вид остеохондропатии. Комплексное лечение, концертивное лечение, стебе начать сразу же, как только установлен диагноз. Основной мерой является полное исключение нагрузки на отраженную панилицу. То есть больной госпитализируется, накладывается вытяжение, нежеточное вытяжение за голень. И на фоне вытяжения проводится лечение, способствующее улучшению кровоснабжения, кровообращения и кровоснабжения. Это тепловые процедуры, физиопроцедуры, массаж. В дальнейшем можно применить массаж. Лечебная гимнастика обязательно по исчезновению болевого синдрома. В дальнейшем из стационара больной выписывается в санаторий. И иногда на несколько месяцев или другой вариант – месяц-полтора с перерывами примерно 3-4 курса в год. Хирургические методы. Дискутабельный вопрос. Мы видим, наблюдая таких больных, что после могут быть разные варианты исходов. Бывает так, что после своевременно начатого консервативного лечения мы видим хороший результат. Быстро проходит стадия репарации, нерезко выражена деформация, нерезко выражено снижение высоты головки. И в то же время после операции, хотя как будто бы по нашему поведению тоже своевременно, мы видим далеко не блестящий результат. Вот результат лечения болезни пертеса у больного в 8 лет мальчика. Справа, значит, видите, болезнь пертеса, первая стадия. И, пожалуй, только при КТ мы можем достоверно, без сомнений, поставить диагноз. Но на снимке в данном случае видим небольшое нерезко выражено снижение высоты головки, как бы уменьшение ее размеров, в общем, уменьшение размеров. По словам сослов родственников, этот снимок сделан буквально через 1-2 недели от начала появления боли у ребенка. и хроматэ. Но они могут ошибаться. Трудно поверить, что прошло так мало времени. И такие уже значительные изменения. Уже можно поставить диагноз даже без МРТ и без КТ. Вот прошел год и три месяца. Вы видите третью стадию. Тут сочетаются процессы рассасывания и репарации. И как уж почему так сложилось, что именно в это время они все-таки поехали в институт Турнера, в Пушкин, и там произвели хирургическое вмешательство в виде тройной статами таза. Вы видите, фиксация костей кучком несколькими спицами Киршнера. И через год и два месяца, буквально недавно сделан был контрольный снимок, вы видите, что на месте у статами произошло сращение. Головка, конечно, изменена, она деформирована, но не так резко, как иногда бывает. Даже после оперативного, проведенного оперативного лечения, в данном случае мы видим, что оперативный вмешательство на костях таза произведено. Чаще всего делается подвертывная остатами, ну это, может быть, лет 15-20 тому назад делали. Сейчас в последнее время и в нашей клинике проводится туннализация шейки с подведением через туннель костного трансплантата на мышечной мышке для улучшения, ну с надеждой, что улучшится кровоснабжение, кровообращение и кровоснабжение головки, больной головки. Второй вид, наиболее часто встречающийся остеохондроподии, остеохондроподия апофизов позвонков, называющий этот вид юношеский кефоз или болезнь шоэрманману, ну в переводе может быть шейерманману, шоэрманману. Дело в том, что суть этого вида остеохондроподии нарушение осификации апофизов. Я думаю, что это все видно, можно не показывать, да? Нарушение осификации, что приводит клинически к кефозу. Иногда болевой сандом или вообще не появляется, и мы диагноз заподозим только по резковыраженному кефозу. Это заставит нас делать серентгенологический след, не МРТ, и он приведет к правильному диагнозу. У другого больного вы видите не так выраженный кефоз, как четко видны изменения ниши в области апофизов. И в обоих случаях. Еще один больной, кроме наличия ниш в нескольких позвонках, мы видим пробирующийся кожи-шморле. Другой вид остеохондропатии в области позвонков, это остеохондропатии самого тела позвонка или болезнь КАНВЭ. Ну, между прочим, таких больных мы редко видим. Считается, что болезнь КАНВЭ может быть исходом гемогеомы, может быть даже компрессионного перелома. Некоторые считают, что не исключено, что это исход туберкулезного поражения позвонка. Но, тем не менее, высота позвонка уменьшается в 3-4 раза, составляет, может быть, только 1,5-1,6 высоты нормального позвонка. И в диагнозе нет сомнений. Но все равно сейчас есть у нас возможность проводить дополнительные исследования, специальные исследования, МРТ, КТ. Детям с устойохондропатии позвоночника, еще раз я перечисляю, что показана разгрузка, лечебная гимнастика, массаж, физиотерапия. И вот этот доклад я, кстати, готовила, может быть, с небольшой долей провокации. Мне хотелось бы, когда собрались профессора, такие квалифицированные специалисты по многовальной терапии, может быть, они нам, практическим врачам, смогут подсказать и имели опыт применения, привлечения мануальной терапии к лечению тяжелых случаев, может быть, и всех видов остеохондропатии детей, потому что действительно общепризненно, что имеются нарушения кровоснабжения и нарушения нервной трофики. Может быть, за счет улучшения реологических свойств крови и улучшимые результаты при лечении устойохондропатии. И в высокотяжелых случаях для разгрузки позвоночника назначают пластельный режим, вытяжение и в последующем ношение жесткого разгрузочного тренирующего корсета. Ну, конечно, надо индивидуально подходить и осторожно в отношении применения корсета, чтобы не навредить собственному мышечному корсету. Ну, и следующий вид остеохондропатии, который тоже часто встречается, но менее агрессивный, что ли, если, опять-таки, с оговоркой, если вовремя начато лечение и правильно проводится. Мне, к сожалению, приходится выслушивать, когда родители рассказывают в течение заболевания, прямую речь передают врача. Да не беспокойтесь, ничего особенного. Да можно заниматься спортом, да само пройдет, не обязательно лечить. Не надейтесь. Само вообще-то ничего не проходит, а остеохондропатия тем более. Вы видите на боковой проекции коленного сустава, от меня это слева, справа, нормальное расположение гуглистости большебельцевой кости, ростковая зона между нее и материнской костью, конфигурация нормальная. И слева два варианта. Тут эргенограмм просто разделены. Видите, там посадили полоска, белая полоска разделена. Значит, может быть, вариант такой. Резко выраженная фрагментация, вот два фрагмента костных, не соединены ни между собою. Значит, это норма. А здесь перейду сюда. Вот два фрагмента, раз, второй. И они не соединены между собой и не соединены с материнской костью. И второй вариант, когда избыточно развивается гуглистость, а клинически она еще больше, может быть, еще вот так, за счет гиперплазии хрящевой ткани, но нет осификации, нет соединения ее с материнской костью. Необходимо прекратить временно занятия спортом, уменьшить резко, уменьшить нагрузку, освободить от занятий физкультуры, назначить ношение бандажа на коленный сустав, кстати, хорошо помогает, больные довольны, и провести такие физиотерапические процедуры, как парафин, электрофорез, хлористов, кальция. Иногда в литературе проскакивает электрофорез калиют. Я думаю, что это вообще хуже, чем электрофорез к кальций, потому что в основе лежит нарушение осификации. Там не надо рассасывать, все равно хрящевая ткань уже не рассосется. Она практически останется, вот это образование, которое на глаз видно, оно почти таких же размеров и останется. Нужно прекратить прогрессирование этого процесса и вызвать процесс осификации. Массаж может быть драйгуль, но вы видите, что все это лечение направлено опять на стимуляцию, на улучшение кровоснабжения данной кости. В литературе существует упоминание, что если упорная боль у ребенка, ну, у любого больного, и изолированный фрагмент, вот как мы видели на слайде предыдущем, то показано оперативное удаление. Надо сказать, что у нас, вот по данным нашей клиники, не пришлось ни разу прибегать к оперативному вмешательству удаления фрагмента. Лечение консервативное, курс за курсом, через каждые 2-2,5, максимум 3 месяца, 3, максимум 4 месяца, если запущенный случай, приводит к нормальному восстановлению процесса осификации и соединению бугристости с основной и с материнской костью. Довольно часто встречается остеохантропатия бугро-пяточной кости, заднего бугро-пяточной кости, болезнь как будто шинца. Ну, здесь вы видите запущенные очевидные случаи, мы видим менее выраженные изменения. Ну, то же самое, и признаки инфлюционного перелома, и рассасывания, редко, ну, бывает и фрагментация. Опять упомянутая высшая, перечисленная высшая метода лечения приводит к хорошему результату. Я помню больного, который 3 года бедняга, 3 года хромал, и в конце концов он вообще не мог ходить. Он пришел на костылях. И почему-то, вот еще раз привожу слова, почему-то считает, что все это возросло, и все пройдет, лечить не надо. Вот это пример просто вопиющий, пример, что надо лечить, обязательно надо лечить. Редко бывает остеохантропатия лодиевидной кости. Вот вы здесь видите лодиевидную кость, вот это прямая проекция, видите, это, как можно сказать, мертвая кость, это некроз с инфлюционным переломом, резкое уменьшение высоты, вообще размеров лодиевидной кости. Диагноз ставится очень легко по клинике и по рентгенограмме, и возраст помогает поставить диагноз остеохантропатия лодиевидной костюм. Как правило, бывает так вот, от трех до пяти лет, два-четыре года, такой пик, что ли, возникновение. Остеохантропатия киллера-2, или головок плюсовых костей. Здесь вы видите, клиника, то, что я уже вам напоминала, отех, боль. В данном случае мы видим более выраженные изменения головки третьей плюсневой кости, тоже идет, наверное, четвертая, ближе к пятой стадии, уже деформация головки. Ну и менее выраженная вторая, головка второй. Не буду повторяться, лечение упорное, консервативное лечение. Да, у взрослых, если подростки к ним попадают, если остаются фрагменты, и боль невозможно снять, то приходится удалять фрагменты, костные фрагменты. Вот этот вид остеохантропатии лечится, как правило, и больные поступают в стационар, в детский, травматологический стационар с подозрением на травму, потому что боль, блокады, подозревают в повреждении мениска. Схематически вы тут видите вот это наличие самого фрагмента, состоящего из суставного плеча и части эпифиза. Он может уйти с этого места, и здесь мы видим только нишу, вот она ниша, вот это. И свободно хондромное тело в суставе, вот отсюда клиника блокады. Лечение данного вида остеохантропатии только оперативное, консервативное, тут ничего не сделаешь. Необходимо провести ревизию коленстава, или это открытая операция, или это эндоскопическая. Все равно нужно провести ревизию коленстава, удалить некротизированный фрагмент установки, просомнировать ложе и стимулировать, закончить операцию стимуляции кровоснабжения ложе путем нанесения спицы Кершнера нанесения колодых ран субхондральной области эпифиза до появления такой кровяной росы. Результат, как правило, хороший. Ну, здесь два слайда пойдут остеохантропатии, демонстрирующие остеохантропатии у более взрослых, может быть, даже у подростков или у лиц более старшего возраста. Это остеохантропатия основания эпифизов, фаланг пальцев, рук и остеохантропатия полулунной кости или болезнь с кембета. Лечение, подход к лечению такое же, комплексное лечение и иногда приходится прибегать к удалению костных фрагментов и даже к ортодезу кисевого сустава. Ну, это просто чисто академические напоминания вам об этих видах остеохантропатии у детей, мы не видели ни одного случая этого вида в стокахантропатии. Благодарю за внимание.